Добрый день! Меня зовут Антон Рябенко. Я хочу представить вашему вниманию краткую информацию о курсе Python-разработчик в центре обучения Polygon. Я преподаю IT-технологии уже более 10 лет. А еще я кандидат физико-математических наук. Но пусть вас это не пугает, математики или физики на нашем спецкурсе будет совсем немного. Начинал я еще страшно вспомнить с Visual Basic. Потом были в моей жизни C, Java. Но когда я впервые попробовал Python, я даже сразу не поверил. Мне не верило, что код может быть настолько гуманным и удобным. Как вы наверняка знаете, в мире существует устойчивый тренд роста интереса к Python. Во многом это объясняется наличием в Python большого количества специализированных библиотек для научных вычислений, для машинного обучения. По роду своей научной деятельности я имею некоторый опыт применения Python в дискретной математике и в теории графов. Я остался этим доволен. Формат открытого урока предполагает демонстрацию показательных примеров. Я предлагаю вашему вниманию рассмотреть одну из задач нетривиальной сортировки массива целых чисел. Эта задача, как мне кажется, даст некоторое представление о преимуществах кода на Python. Рассмотрим массив А, состоящий из пяти элементов. Выведем их по одному в цикле. Например, вот так. У вас на экранах интегрированная среда разработки PyCharm, которую мы в основном используем на нашем курсе. Запускаю файл. Вот в нижней части экрана появляется консоль, в которой мы видим элементы списка А по одному в строке. Теперь я заменю элементы списка числами, такими, что сумма их цифр будет совпадать с первоначальными значениями элементов. Например, единицу я заменю числом 100. Двойку могу заменить числом 11. 1 плюс 1, 2. Тройку, например, числом 201. Четверку числом 13. Пятерка пусть остается пятеркой. Теперь, допустим, я хочу вывести эти элементы по возрастанию. В Пайтоне это делается очень просто. Мы просто передаем в цикл метод sorted, который сортирует элементы по возрастанию. Видим, порядок их поменялся. Допустим, в рамках моей задачи я хочу сортировать элементы по сумме цифр, которые в них входят. Как это можно решить? Стандартный подход может заключаться в следующем. Мне понадобится функция, которая будет рассчитывать и возвращать сумму цифр целого числа. Давайте создадим такую функцию. Вот она у нас на экране. Функция делает следующее. Она последовательно, целочисленно делит число на 10. То есть из числа 1234 мы на следующем шаге получим 3. 123, прошу прощения. Потом 12, потом 1, а потом 0. На каждом шаге мы будем забирать последнюю цифру посредством операции остаток отделения на 10. Когда мы их все сложим, мы найдем сумму цифр числа. Реализуется это через цикл вау. Процент это остаток отделения на 10. Двойной слэш это целочисленное отделение тоже на 10. Давайте проверим, как работает наша функция. Выведем на экран, что она вам вернет для числа, например, 1234. Она возвращает 10. То есть работает она корректно. Теперь я могу воспользоваться этой функцией для сортировки элементов списка А. В методе SORTED есть аргумент K, который может получить данную функцию и воспользоваться ей для того, чтобы сортировать наши числа. То есть видим, порядок соответствует увеличению суммы цифр числа. То есть мы можем перетасовать их, например, сотню. Я помещу сюда. 13 и 11 поменяю местами. Порядок при выводе у меня останется прежним. Давайте передвинем консор. Задача решена. Но PIDEN позволяет нам использовать более эффективные конструкции. Одна из таких это LIST COMPREHENSIEN, что можно перевести как генератор списков. Например, я могу использовать эту технику для того, чтобы посчитать сумму цифр. Таким образом, что я могу приставить число как последовательность символов. А потом каждый символ потом опять рассмотреть как число и сложить значения числовые символы, входящие в число. На деле это будет выглядеть так. Моя функция GETSUMDIGITS будет мне возвращать сумму. Символы, входящие в конкретное число N, которые можем перебрать с помощью FOR внутри суммы. Вот таким образом. Преобразуя число в строку для решения нашей задачи. А потом каждый символ я перевожу опять в число. Целочисленный тип это INT. Вот так функция выглядит уже. Значительно компактнее. Как я читал в одной статье, если вы попробовали один раз технику List Comprehension Python, вы будете ее использовать постоянно. Из личного опыта подтверждаю. Но мы можем еще более экономно написать наш код. Использую анонимную функцию внутри метода SORTED. То есть я могу вообще удалить функцию, а здесь использовать так называемую лямбду. То есть анонимную функцию для переменной X. Она мне будет возвращать сумму числовых значений символов, входящих в это число. По тому же принципу. Я поменяю здесь N на X и запускаю программу. Все работает. Если мне нужно сделать сортировку в обратном направлении, то есть по убыванию суммы цифр числа, то можно добавить SORTED параметр REVERSE. Установив его в истинное значение TRUE. По умолчанию он FALSE. Как видим, порядок поменялся. Можно сделать это еще проще. Функции указать минус, что даст тот же эффект. Нам и рассмотрена в данном примере лишь малая часть инструментария Python, который выгодно его отличает среди своих собратьев языков программирования. Основная задача нашего курса дать необходимые знания для применения Python в разработке интернет-приложений. Для этого мы обстоятельно изучим все типы данных и управляющие конструкции языка Python. А также потом некоторое время посвятим изучению объектно-ориентированного программирования ООП. Для того, чтобы потом при изучении баз данных мы могли применять не только команды SQL для манипулирования данными, но и так называемые объектно-релационные модели, инструменты которых являются высокоуровневыми, а попросту говоря, более удобными и эффективными. Основная часть нашего спецкурса это два фреймворка Python для веб-разработки, Flask и Django. Оба они самобытные, интересные, перспективные. Процесс обучения будет строиться на создании ряда проектов, таких как интернет-блог, интернет-магазин, сайт библиотеки, сайт про сериалы и кино. сложность этих проектов будет как и объем будут постепенно возрастать, что позволит обеспечить плавность вхождения в проблематику, системность в изучении этих фреймворков и наполнит первыми работами ваш персональный портфолио. Для эффективного обучения на курсе не требуется мастерская степень HTML разработчика, хотя она конечно не бывает лишней. Поскольку основные принципы верстки мы рассмотрим, основу работ по оформлению внешнего вида проектов мы возложим на специализированный фреймворк Bootstrap, что позволит обеспечить достойный внешний вид наших сайтов с минимумом трудозатрат на их украшательство. Длительность курса составляет 4 месяца. За этот не слишком длинный строк мы предоставим вам в концентрированном виде необходимые знания. В процессе учебы вам будет также предложен ряд домашних заданий, которые позволят закрепить эти знания. И по итогам курса обобщим все знания и навыки в рамках выполнения индивидуального проекта. Предлагаю вам ознакомиться с подробной информацией о курсе на нашем сайте. Надеюсь мне удалось вас заинтересовать. Ждем вас в центре полигон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...